Всех приветствую на своем канале. Хорошее случается, когда его не ждешь. В общем, у меня вчера, вообще последние пару дней было дикое такое настроение, хотелось вообще забросить YouTube. Я даже написала вчера Аленке, она говорит, не смей, типа у тебя там подписчики, то есть все, пятое, десятое. Я даже не знаю почему, но может быть просто все достала. И, в общем, я сегодня уже думала, вылезти пока солнышко, прогулять по железной дороге. Взяла с собой вот фотик, на который я сейчас пишу, эту Соньку свою. Думаю, поснимаю там, просто люди как-то просили что-то где-то вот такое. И вообще раньше я ходила туда чисто пофоткать зимой, а тут решила, думаю, ну может поснимать. В последний раз я туда ходила, ну может быть года два назад еще, у меня бабуся еще смотрела эти фотки. Ну и, короче говоря, вот на такой вроде как печальной ноте я начинаю видос. Но я выхожу, у меня в почтовом ящике, думаю, так чисто по умолчанию гляну, потому что вчера мне пришло письмо от моей подруги, семидесяти, восьми, наверное, уже семидесяти девятилетней, потому что она моя бабушка на 10 лет младше. Это бабушка, с которой мы общаемся, когда она приезжает в соседнюю деревню, где я собираю тракты, в основном у нее еще тоже. Ну и от нее приходит письмо, там это открытка с днем рождения, то все. В общем, мы с ней переписываемся бумажной почтой. И я думаю, так, по умолчанию загляну, так, вдруг чего. Смотрю, там у меня уведомление от кого-то из Москвы. Ну, знаете, так это я так ожила сразу. Видимо, я люблю посылки. Или просто уведомление. У меня даже совершенно там вот без разницы, что уведомление, само уведомление. Я понимаю, что, соответственно, ни на какой железной дороге сейчас не пойду гулять. Да, железная дорога слева по борту от моего дома находится. Раньше там вообще периодически ходил поезд. И я помню, мы мелкие с сестрой, дедушка, и ставили эксперимент. Он нам показывал, ну, что типа, что бумага действительно делается из дерева. Вложил там какой-нибудь кусочек деревяшки под поезд. И когда поезд проезжал, то потом получал такая плоская фигня. Это единственное просто у меня воспоминание из детства такое. Ну и, в общем, вот железная дорога. Я поперлась на почту. У нас до сих пор дорога у дома не расчищена. В общем, машинами накатана так, что еще песок религии запретила. И хоть у меня сапоги зимние, ну, реально, зимние вот с этой подошвы специально для зимы, пришлось мне вот так вот, как на лыжах ехать. В общем, доползла я до почты, где, как обычно, почта солнечный ад. Хотя главная почта у нас это еще больше ад. Ну и, да, получилось, что знакомая, которая теперь уже начальница почты, Наташа, обслужила меня вне очереди. В общем, получила я такую маленькую коробочку. Люблю такие коробочки. У нас уже на почтовом отделении вообще во всем обществе таких, ну, может быть, на старой Кусте я и не была там. Нету уже таких коробочек. Вот все такие огромные. Я на днях как раз посылала пару посылок, в прошлую субботу и в понедельник. Получилось так, что я стала разбираться, у меня внезапно оказалось очень много аудиокассет. Ну, я так думаю, ну, авито выложу объявление, типа, да, я называю авито авито. Поэтому на типоретнике меня троллят с авито, типа, на французский манер. Когда люди стали называть его авито, я так удивлялась, я же не знала, как его вообще произносить, там ударение не стоит, поэтому авито. В общем, выкладываю на авито, что, типа, отдам даром. Хорошие или плохие руки. Как-то так. У меня сразу куча народу написала, даже не знала, что вообще кому-то надо, там. Вообще, посмотрела объявление, там, по 20 рублей, по 5 рублей это отдают. Я думаю, блин, у меня видеокассеты висели, черти сколько, и потом в результате с видоком такого шли, да. Я оказалась еще знакома мой из прошлой жизни, товарищу. На этот, короче, казалось, так я выложила, там куча народу, это, кажется, кому-то надо, мне там куча народу. Несколько человек, типа, с пересылом, я так, думаю, как пересылом, я пошлю. Он, там, типа, предоплата. В общем, у меня огромный такой короб в понедельник уехал на 8 с чем-то килограмм, не поверите, Питер. Я просто офигела, вот эти коробки, они неудобные. Раньше были вот такие продолговатые, синенькие, да, вот, тройка или четверка. И там, вот, как-то понимаешь, как это упаковать, чтобы оно и не тряслось, и еще что-то. Я думала, что кассеты, аудиокассеты просто не посылают почту. Я думаю, блин, как это вот я принесла. Первую посылку у меня даже не проверяли, там, у меня сверху еще положил этот упаковочный материал с пупырками, да, и там открытка еще была, это моему приятелю питерскому, а вторыми меня даже не открывали, не смотрели, тут просто посмотрели, увидели сверху что-то такое. Видимо, решили, что это такая косметика утрамбованная или книги. Ну, вообще ничего не сказали, не спросили, запаковали, ушла. Она буквально вот сегодня, он ее получил, вообще она вчера уже пришла, она в Питер, я в субботу посылала. Ну, и, в общем, вот такие коробки там огромные, они какие-то неудобные сейчас вот встали, вот, которые на нашем отделении. А тут такая родная голубая коробочка, как она мне нравится. Я вам не буду показывать, ну, вот так, наверное, покажу. Ну, что вот здесь вот у меня адрес, мой Настин, да, посылка от Насти за резкой. И вроде как было, как бы, чтобы адрес не светить, не мой не ее. Хоть мой адрес в каком-то, надеюсь, что уже хотя бы к середине лета уже будет не моим адресом, теперешним, теперешний мой адрес не моим адресом, но все же. В общем, у меня, конечно, ее уже немножко, она лежала у меня на столе, я тут приготавливалась. И слышу такой, ба-бах, мой любопытный котик, конечно же, решил узнать, что это съедобный олей. Ну, особо так ничего не разфигачил, но когда я открыла, там, значит, лежит такая открыточка, вообще у меня настроение стало так подниматься, подниматься, подниматься. Вообще-то третье поздравление с днем рождения, вчера мне еще с сезона поздравили с днем рождения, скинули мне 300 бонусных баллов, которыми можно одну четверть заказала платить, и я вот еще раз заказала, и если верить их доставке, то за день до дня рождения я буду ее забирать уже с базы выдачи нашей. Да, и насмотрела все ваших обзоров, заказала себе organic kitchen, еще что-то такое, но и два шампуни одинаковых green mom, потому что от green mom в этот раз покупателям, которые уже не первый год покупателям, такие проверенные жизнью покупателям, никаких подарков на день рождения не светит. Ну и на Азоне внезапно, еще у меня там, как обычно, я их трачу только на Азоне, эти спасибо от Сбербанка. В общем, у меня довольно удачный вышел заказ, я думаю, что, надеюсь, по крайней мере, что я все-таки получу 13-го и, соответственно, обозрю его. Так, и я надеюсь, что видео у меня все-таки будут чаще выходить, чем до этого раз в 10 дней растить. В общем, вот такая вот шикарная открыточка, она меня очень порадовала. Тут розочки, я вообще люблю красные розочки. Ну и там само поздравление и поздравление от Насти. В общем, желаю всего самого лучшего. Твой друг Настя и сердечки такие. Ну, я думаю, ничего особо тут личного нету, но я показывать не буду, просто вот так засчитала. Ну и само поздравление, пусть в жизни всегда будут люди, которые любят. Хочу таких людей. Ну да, вот сейчас у меня такие, в основном меня такие сейчас окружают, по крайней мере, в реале. Мечты, которые сбываются и дни, которые приносят счастье. Вот сегодня один из тех дней, которые приносят счастье. Насчет меч не знаю, потому что я вообще не представляю, что я хочу. Мне что-то как-то меч вообще как-то нету. Заметила я в последнее время. И лежала такая штучка, не могла понять, что это такое. Она так сложена была. Зато и мешочек, не мешочек, красивая тряпочка. Я так понимаю, что это, наверное, все-таки этот платочек такой очень радостный, такой желтенький, зелененький. Вообще люблю желтенькое. Ну, я не только желтенькое люблю, по-моему, это этот самый, как вот там, семечки, которые лопают. Забыла его звать. Подсолну. Но хотя первый раз, вот когда на него первый раз глянула, мне показалось, что она... Забыла еще такие ноготки, короче говоря, календула. Я как раз траву сзади фоном для ванной делаю. Ну, у меня там кто-то просил когда-то обзор, по-моему, уже практически год назад просили. Запрос был такой на видео, как я делаю эти ванночки для ног. Ну, я решила, что объединить не только ванночки для ног и ванночки для тушки. Я периодически это записываю, закидываю файлы на этот, на комп. И, может быть, когда-нибудь в ближайшее время или когда-нибудь все это сошью и залью на YouTube. В общем, стала я обрабатывать видео в OpenShop. Ну, я думаю, вы заметили там как-то оно. Я нашла, что там вообще первый раз случайно увидела, что там до этого пыталась. Пыталась с него, пыталась, пыталась. У меня совершенно не выходило, не получалось еще на старом компе. И тут, когда пришлось сшивать эту сказку нашу новогоднюю, которую я сама ее лично не смотрела. Я, честно признаюсь, когда выходила между выступлениями, я вообще с телефона вытела там проект нашего одного товарища. Ну, короче говоря, я теперь поняла, как обрабатывать это видео. Ну, правда, не все плюшки еще там рассмотрела. Но у меня еще есть задумка. Я, не поверите, все-таки я посмотрела эти звуки рта. И я сегодня вообще планировала их записать. Ну, не знаю, как уже сейчас получится или нет. Ну, я примерно даже планирую, как это записать. Если у меня получится, то вы узрите это. Или услышите, или увидите. Так, в общем, ну, понятно, что у меня настроение вдруг стало хорошим. Просто вот сюрприз вот такой вот. Она мне, Настя, не написала, что она собирается мне послать. Но как-то это нежданно-негаданно. И немного кто собирался что послать. И обычно берут адресы, а потом или банят, или вообще игнорят. Или что эти люди ждут от меня, что я буду писать, типа, ну, что вы меня пошлюте. Мне как-то это, знаете, ну, во-первых, мне неудобно. Во-вторых, это чисто, как бы, человек хочет, посылает. Хочет, не посылает. Но в том плане, что нафига брать адресы и за это сгинывать куда-нибудь. Вы что там на этот адрес, который берете и болчите? И сами просите, там, ну, слегка мозги выносите. Вот дай адрес. Вот и адрес. Вы там это... Я даже не знаю, что вы делаете. Короче, ладно, благословит вас этот ваш Бог. В общем, ну, от Настя я в восторге вот такое вот. Учитывая, что и Фреша мне в этот раз тоже прислала открытку. И обычно, знаете, там, это бесплатные подарки. Я помню, мы с Альонкой заходили в прошлом году. Она заходила и брала тушь по этой карточке. Можно было, и я, по-моему, в прошлом году тоже мне. Правда, тоже должна была быть тушь или что-то в этом роде. Или маленькие тушки. Я уж что-то не помню. Вроде тушь я ее тогда своей тетке отдала, потому что я тушью не пользуюсь. А ей нравится. Ну, в смысле, она... И Фреша она котирует, по крайней мере. В отведе там от Эйвана или еще что-то, чем я вот занималась, да. И, соответственно, короче говоря, вот... Видимо, много кто приходил по этой бумажке и просил, забирал подарок, ничего не покупал. Теперь надо купить как минимум на 100 рублей. И в подарок мне дается, значит, минька 5 мл туалетной воды, точнее, парфюмерной воды, которая у меня вообще-то полноценный формат есть, и 15 мл есть. Несколько нос любви, что ли, что-то такое вот с сердечком. И минька тушки. 5-2,5 мл. Вот, ну нахрена мне это минька тушки вообще. Ну, там еще какие-то супер скидки, но только они есть тут, если вы купите это, 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 это. Я так подумала, да, благословит вас этот, так и хочется сказать, исландский бог, но меня опять, наверное, не поймут кто-нибудь. Ну, короче, какой-нибудь бог вас благословит, надо придумать. Благословит вас дьявол. Вот, ну, почитайте, инфидисператор такая, местами прикольная. В общем, благословит их дьявол, и я что-то так подумала, из всех трех вот этих вот, ну, что-то вот специально ехать, что-то там покупать, мне сейчас ничего не надо, вы хорошо, в принципе, вот так вот, чтобы я вот очень хотела, да, сама потратиться. Хотя мне на мыло приходило, что там у них вроде как выходит два новых шампуня-геля для душа. Они, я так поняла, соединили ежа и лужа, потому что, допустим, лотос у них был, да, вот этот, жардан-ремонт. Лотос и шалфей, что ли, один гель для душа. И второй, ну, там в флакончике, я так понимаю, там половина будет розлито в России и половина сделана во Франции. И во Франции, скорее всего, будут сделаны вот эти масла для душа, а розлито в России вот эти гельки 200-400 миллилитров, то, что у них теперь плезир натуру заменяют. Ну и, видимо, когда редко снимаешь видео, то говоришь очень много. Короче, в общем, я очень рада вот этому, мне нравится вот этот переход, и этот оранжевый, он практически оранжево-красный, желтый, вот зеленый вообще. Практически мои основные любимые цвета. В общем, будем его юзать. Так, потом у нас тут было, вот в таком пакетике, я его еще не развернула. Тут, кажется, вот не поверьте, его буквально перед съемкой, у меня там две дольки осталось, как раз этот гранат грейпфрут лопала. Я тут сидела, что-то таяпила, подстраивалась под время нашего японца, ну, потом меня, конечно, продинамили, получилось так, что я думаю, ну, и ладно, я так обиделась, думаю, ладно, фиг с тобой, я сама сделаю бету, а просыпаюсь утром, он мне бетит. Ну, и, короче говоря, я как раз сидела, таяпила, было солнышко, я думаю, не, я лучше доделаю, как вовремя там к этому японскому времени успели, то все. А так дико хотелось грейпфрута красного. Ну, результат, я потом вечером пошла за этим грейпфрутом красным, по нашему гололеду, который песком не сыплется, а машинами раскатывается. Так, и вот тут у нас что-то такое красненькое. Джоанна, слушайте, я так тверлась по Джоанне из Оленой Ребят, я как раз когда разбирала эти кассеты, там у меня какой-то подкассетник был, на нем наклейки были, как раз из Оленой Ребят. В общем, Джоанна, боди натурья, наверное, фэшинг, пилинг, грейпфрут, смутинг или что-то в этом роде. В общем, вот такое вот маленькое, прикольненькое. Вообще, сегодня планировала ванну, ну, ванну я так приму, но я, наверное, завтра вот это вот поюзаю. В общем, это у нас чего такое, где-нибудь русский вариант, а, вот есть русский вариант. Натурья пилинг, правда, натурья на английском, на латинице. Для тела грейпфрут. Моющий пилинг с рептовым... Чего тут, тут? Запахом, блин. Для очкариков вообще не считабельно. Великолепно сглаживает, так... Да, сглаживает, ну, в общем, освежает и ла-бла-бла-бла. Применение, небольшое количество пилинга нанести на увлажненную кожу. Ну, и как обычно делается. И юзать его два-три раза в неделю. Короче, в общем, я завтра его первый раз и заюзаю. Где он разделан-то хоть? Ла-бла. Моделин ЕУ. В общем, из ЕУ. Я не помню, я помню, что-то как обозначается, ну... Ладно, короче говоря, посмотрим. Так, сроком он до 7-го, 18-го года. Ну, я его успею заюзать-то. Идут у нас 100 грамм. Я его, конечно, сейчас понюхаю. Так вкусно пахнет. Не знаю насчет грейпфрута. Я его не нюхала, я обычно еду и ем, а не нюхают. Но оно мне нравится. И вот такой цвет вообще. Ну, в общем, сейчас, может быть, из-за перепад температуры, что я вчера вышла к родне, оказалось... Днем выходила еще на улицу. Было, ну, мне телефон вообще говорил максимум минус 22. Ну, и Билайн, мой Билайн, и этот Яндекс, который Яндекс. То ли у меня 22 оказалось. У нас днем было минус 28, вечером еще больше. А сегодня, оказывается, минус 11. И из-за перепада температур, может, я такая вялая. Ну, короче, в общем, вот эти зеленые, желтые, радужные такие цвета, яркие такие, теплые цвета. Самое то. Тут, кстати, черненькие точечки. А тут, ну, мне так кажется, что не темно-зелененькие вот эти точечки. В общем, это у нас груша. Тоже пилинг. Альда, густо следующего года, но я его тоже успею зайдивать. Слушайте, пахнет. Здесь вот конкретно такой грушей. Еще похоже на яблоки, которые я в точечку не помню, как их зовут. Какая-то грушовка. Ну, в общем, я люблю такие яблоки. А еще я люблю груши. В общем, я тут такой токсикоман от этого всего. Блин, я после ванны-то вырезаю. Я же не удержусь и что-нибудь из них заюзаю. В общем, огромное спасибо Насте. Так, а еще тут у нас была такая коробочка. Сначала мне показалось, что это вот, ну, похоже такая вот это, в мельком грянуло. У меня тут что-то зрение периодически прыгает. Хотя вроде не весна и не осень. И особой нагрузки супер такой, на него сейчас нету на это зрение. Ну, в общем, мне сначала показалось, что это что-то по типу Гринмана. Знаете, у них такие белые фокончики, там такие черные точечки. А это у нас, оказывается, вообще не Гринмана. Я первый раз вот такое вижу. Это Натура Бони. Ну, это вот та же самая Натура Бони. Я что-то тут после того, как я полазала по этому озону, я решила, что, наверное, буду пока заказывать что-нибудь себе вот на озоне. Потому что я там закупилась этими шампунями, масками для волос и бальзамами. И, соответственно, что-то так посмотрела. Там столько всяких косметик. Особенно те, про которые вот на ютубе говорят. Там вот это и органики чина, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И я там, пожалуй, на озоне вот это тоже посмотрю, есть оно там или нет. Джанна, имя красоты, хенд-крем. Короче, крема за рук. Вот, кстати, самое то. Что-то мне понимали, что, наверное, это не очень хорошо, когда вот мне дарят крема, а у меня они потом куда-то уходят. Но получается так, что, допустим, кому-то срочно понадобился подарок, а у меня вообще ничего нет. Или кто-то вот сказал, я вот хочу вот это, я давно его попробовала. Вот это, ну, там, ближние-дальние люди. Ну, в общем, у меня получилось так, что у меня кремов за рук практически нет. У меня там в запасе Аленкин стоит. Потом еще какой-то Аленкин я заюзываю. Да. И еще какой-то я покупала, он у меня валяется в сумке, он вообще какой-то так, это чисто по дешевке, теста ради. В общем, с кремами для рук у меня напряг. И... Не, ну, мне вообще... Один только у меня выбросили в подарок. Именно такой там. Не буду говорить кто, потому что человек не смотрит YouTube все равно. Мне кажется, даже если узнает, что я канал веду, то офигеет. И так что-нибудь такое сделает. Короче говоря, в общем, с кремами для рук у меня как-то напряг. В общем, самое то, косметический набор. Натурия крем для рук. Крем для рук этот продукт. В первой необходимости используйте его. Используйте его после каждого мытья рук для устранения сухости. Как они угадали, я всегда так делаю. Стянутости и шелушения кожи. Крем для рук. Натурия по размерам небольшая и идеальна для того, чтобы всегда иметь их по-другому. Крем для рук глицерином и оливковым маслом. И еще крем для рук глицерином и фрятом из лимона. Кстати, вот очень мне нравится. Вот это мне тоже, я поняла, почему мне показалось, что это похоже, ну, закос, точнее, скосилось мне на Гринмаму. У них вот что-то такое, правда, это, конечно, оливка, а там у них это смородина черненькая, да. А еще у них есть крем для рук в Гринмаме. Он дороже у разом-два всегда был, чем обычный крем для рук. И вот он был с лимоном, он мне так дико нравился. Он такой жиденький был, я от него так пырлась, я периодически его себе покупала. Все, у нас тут оливка и лимончик. Сейчас мы это вскроем. Так, набор ходит прямо для рук. Бла-бла-бла, 50 грамм, 50 грамм. А вот это, кстати, написано, делала в Польше. Батер для сети подружка. Я, кстати, слышала про эту сеть подружка. Я не знаю, в Ярике она есть или нет, но вот моя знакомая девушка, по сети мы с ней с 2009 года мы с ней общаемся, я реально никого не видела, только слышала несколько раз по телефону. Короче, я говорю, что-то у нас просто с ней не получалось никогда встретиться, она все ко мне вроде как собирается приехать, все куда-то вместе собираемся поехать, уже знаете, все накрывается мирным тазом. Ну, собственно, такая, что она мне говорила, что она как раз жила сначала в Москве, сейчас она живет где-то, кажется, в Подмосковье, они там квартиру разменяли, ну и, в общем, живет она где-то в Подмосковье, в каком-то городе, и говорила, что как раз у них там был магазин подружка. Сейчас мы это вскроем. Она тут скотчем для собачина. Не жалко ли эти Лёля ногти свои, которые тут... Да, кстати, я понимаю, что надо там лаком мазаться, да, но у меня вот до сих пор еще вот они слегка ломаются, особенно у меня сломался последний раз ноготь, хотя я жил в кальций стабильном. Сломался ноготь как раз, когда я в понедельник пыталась из своего пакета, не поверить, у меня был такой пакет, я, правда, уже утилизировала. Харли Дэвидсоны. Харли Дэвидсоны нарисовала, он у меня, наверное, года с 2004 или 2003, и вот он у меня жил, он у меня пережил все мои сессии, все мои поездки с тележкой или без, вот такой блочный пакет, и вот ручки у него начали лопаться, одна ручка, когда я выходила из дома, думаю, блин, только бы он не долбанулся, как я эту карабель допров. И в последний момент она долбанулась, эта ручка все-таки окончательно, как раз когда мне там еще люди, хорошие люди, неизвестные мне люди, помогли я эту коробку из пакета достать, я как раз когда ставила эту коробку и доставала, у меня ноготок один очередной обломился. Ну, тут вот эти вот у меня ломались исключительно на этих пальцах, ну, в смысле на этих пальцах, а на остальных ничего не ломалось, а тут просто взломился, видать, он не выдержал этого напряжа, но я такие, по-моему, ее почти вскрыла. Так, идите сюда. Слушайте, такие прикольные. Так, вот у нас до этого самого марта 18-го и этот такой же, ой, я успею их уделать, с лимончиком. Так, а, да, я сначала начала выдавливать, а потом подумала, вдруг он зафальгирован. Такой классный. Приятно пахнет так. Не сказать, что лимоном, но чем-то таким, в общем, этим. Приятненьким. Я его затестила. И, слушайте, вот у меня кожа сейчас, я не знаю из-за чего, но может там еще вообще так, еще с котом это связано там. Короче говоря, вот даже и фрошевский я вот смажу, все равно там как-то сух какая-то остается. Пустая баночка говорила, что я спасалась этим вот бочонком от Аленки, от Арифлейм. И, в общем, вот у меня вот сейчас этим помазалось, и оно все уже. Ну, там совсем чуть-чуть вот чувствуется, что какая-то кожа, слегка как наждачная бумага, но, по крайней мере, они мягкие. Никак вот с лимфрошу вроде впитался, а что-то все равно ощущается. В общем, я очень-очень рада такому шикарному подарку, желтенькому от Насте Зарезкой. Огромное-огромное тебе большое-большое спасибо. Вообще, это очень приятно так. Ну и я тут много чего болтала об этом видео. В общем, ну, понятно, что у меня заядут по высоте. В общем, если вы досмотрели это видео до конца, и все-таки зарядились от меня положительной энергией, энергией идти к людям. То я очень рада. Ну и, наверное, до новых встреч. Пока!